21 глава и 22 глава и 22 глава, они очень схожи. В 21 главе рассказывается о виноградниках. В 22 главе рассказывается о тех, которых пригласил царь на пир. Другими словами, виноградники или те люди, которых пригласил царь на брачный пир, если послушать эти истории, царь, он позаботился о них и хотел дать им большую благодать. Однако они пренебрегли приглашением царя, они убили слуг царских, побили. А также виноградники, это были арендаторы земли. Знаете, я помню, в нашем детстве были очень бедные люди, которые арендовали земли. Эти люди не имеют земли своего, хотя занимаются земледелием. Поэтому они арендуют кого-то землю целый год, занимаются земледелием. В основном, хозяева, они не дают землю, на котором хорошо можно получить урожай. И поэтому дают землю, на котором очень тяжело работать. И тогда арендатор земли всем сердцем трудится и работает целый год, а от урожая половину он должен отдать хозяину. И получается, он половину отдает хозяину от урожая, а другую половину он берет себе и этим проживает. Но даже вот эта половина, которая у него остается, уходит на то, чтобы купить удобрение, и потом очень много средств уходит, чтобы принять наемников. Другими словами, практически ничего не остается. Из-за того, что ничего практически не остается, просто потому, что они не могут выжить, поэтому все равно они берут эти земли в аренду. А если ты плохо работаешь на поле, тогда хозяин, он даже не берет тебе и не дает землю. Поэтому от этого тоже люди очень сильно страдают. Однажды человек, у которого была хорошая виноградница, он позвал этого человека и говорит, «Знаешь, по приказу царя я должен отправиться в далекую страну. Я несколько лет трудился, и если у меня будет все хорошо, я не думаю, что я смогу вернуться в эту страну обратно. Но рядом с царем я должен переехать и жить у него. Я приводил порядок в мой дом, и вот этот виноградник, который у меня есть, я им очень дорожу. Поэтому в этом винограднике, тем более, нигде в этом мире нет таких хороших виноградов, как у меня. Здесь очень хорошо растут плоды, а также оно очень хорошо стоит против насекомых. Поэтому я очень хорошо обработал этот виноградник, и я уверен, что будет много винограда. Найми наемников, и потом, если ты сделаешь сок, продаешь, то уверен, что ты сможешь заработать очень много денег. Я хотел все продать из того, что у меня есть, но этот виноградник очень хороший, и поэтому я хочу его не продавать и поручить тебе. Послушай, половину от урожая бери себе, а другую половину отдавай мне, хорошо? Конечно, этот наемник был очень рад. На самом деле, на винограднике нет особой работы, потому что плоды сами появляются. Главное – собрать урожай, потом сделать сок, и потом в малых сосудах разместить, и потом продать их. И тогда от этого ты заработаешь огромные деньги. Арендатор земли, на самом деле, для него такой удачи не может быть. Он жил очень бедно, в очень трудных условиях он жил. Но теперь ты живешь в винограднике, тебе не нужен дом, поэтому он продал свой дом. И получается, с осени он начал работать. И можно продавать плоды, или можно сделать вино, и потом продать вино. Жесть стала очень хорошей, они начали в счастье. Однако, однажды, хозяин виноградника, как они договаривались, чтобы взять часть от прибыли, он слал слуг своих. Но между слугами и этим человеком появился конфликт. Знаете, когда мы читаем эту историю, есть многие трудности, когда ты читаешь Библию, а что именно? Этот человек, смотрите, он начал заниматься виноградником, хотя у него нет опыта. Но смотрите, нужно просто дать удобрение, когда плоды будут готовы, собрать, нанять наемников, и потом собрать урожай, и потом сделать вино. Можно виноград продавать, а можно и сделать вино и продавать. Понимаете, его жизнь стала очень хорошей. Конечно, мы не можем полностью рассказать, как ему было хорошо, но будучи земледельцем, на самом деле нет большего благословения, то, что он имеет. Он говорил детям, дети, раньше мы даже не могли есть хорошо, я даже не мог ходить в больницу, когда я болел, а ваша мама из-за того, что голодала, у нее была куриная слепота из-за недоедания. Теперь человек, у которого нет своего поля, нет своего сада, они живут очень тяжело, они должны целый год работать, но все равно прибыли практически нет. с большим трудом он жил, но хозяин отправился в далекую страну. Да, я все продал, что у меня есть, но этот виноградник я хочу оставить себе, потому что вино, которое здесь растет, очень хорошо пахнет, и поэтому я отдаю тебе этот виноградник. Собирай виноград и потом продавай, тогда ты сможешь жить хорошо, поэтому тебе не нужно будет предлагать очень сильные усилия, просто можешь продавать вино, можешь продавать виноград, а половину просто от прибыли дашь мне. их. Понимаете, получается, с весны, с осени ты уже можешь собрать урожай, и поэтому, тем более, очень хороший плод, поэтому все хотят покупать у него. Жизнь стала очень хорошей. Теперь купить обувь, купить блузку, купить платье для жены не проблема. Раньше, чтобы купить одно, ему нужно было несколько год работать, но теперь он может легко пойти купить или пойти вылечиться, если заболеет. Купили коляску, купили тележку, теперь вместе ездят. Жизнь стала счастьем. Виноград, наверное, каждый раз, когда у него была возможность, он говорил своим сыновьям, дети, мы были бедными, мы очень часто голодали, вы, наверное, даже не помните, насколько мы были бедными, но хозяин, когда нам дал этот виноградник, мы стали счастливыми. Теперь мы можем обуваться в хорошую обувь, у нас есть хорошая одежда, иногда мы можем даже позволить себя пойти в ресторан и поесть, когда болеем, мы можем пойти свободно в больницу вылечиться, все это стало возможно благодаря хозяину, это милость хозяина, это благословение, которое нам дал хозяин, поэтому вы, вы, дорогие дети, хотя хозяина здесь нет, но если он посетит нас, обязательно поблагодарите его, скажите, что вы благодарны ему, да, отец, конечно, мы обязательно так скажем ему, этот земледелец был очень благодарен хозяину, однако однажды незнакомые люди пришли к винограднику, он спросил, вы кто, что вы здесь стоите, а вы, пожалуйста, простите, хозяин послал нас для того, чтобы мы взяли часть от прибыли, но мы не знаем точный адрес, поэтому мы здесь стоим и ищем, а, так вы те люди, которых послал хозяин, этот виноградник, а, вот вы кто, заходите в дом, не стойте здесь, они вошли, вот, попейте это вино, это лучшее вино, которое есть в этом мире, попробуйте, попробуйте, мы приготовили специально для хозяина, но и вы угоститесь, как поживает хозяин, как его здоровье, раньше мы жили в очень трудных условиях, но теперь наша семья здорова, мы счастливы, поэтому мы так благодарны хозяину, передайте ему, виноградник, он думал, что он обязательно будет так говорить хозяину, но в тот день, когда пришли слуги, чтобы взять часть от прибыли, он думал, что если придет хозяин, если придут слуги от хозяина, я буду к нему хорошо относиться, он так думал, но вдруг стратная мысль пришла к нему, он прожил без хозяина несколько лет, а теперь пришли люди, чтобы взять часть от прибыли, поэтому ему стало неприятно, и сам не заметив, он сказал, послушайте, почему вы так нагло разговариваете с нами, и так они начали ругаться, извините пожалуйста, но что мы сделали не так, пожалуйста, простите, как ты смеешь дерзать мне, надо ударить тебя, ты что, как ты смеешь так разговаривать, это я придумал, понимаете, если вы спросите, где это Библии, я не смогу вам сказать, потому что это то, что я придумал, чтобы вам было легче понять, понимаете, ну, вполне вероятная история, правильно, потому что я же не говорю чушь, смотрите, эти виноградники, они очень хорошо хотели отнестись к хозяину, они были благодарны ему, готовы были сесть на колени и поблагодарить хозяина, но, сами не заметив, они начали говорить так слугам, почему же я так говорю им, что мы сделали не так, скажите, ты до конца смеешь дерзать меня, как ты смеешь так разговаривать, пожалуйста, не злитесь, просто мы пришли получить часть от прибыли, ты на каждое слово беречь мне, на словах не получится, слушай, появился конфликт, слуги, которые пришли вместе, начали говорить, но мы пришли часть от прибыли, это же естественно, почему же вы так разговариваете, и как они поругались, и один умер, одного побили камнями, третьего побили, виноградник, он думал, я не хотел так поступать, я что сумасшедший, что так начал поступать с ними, один человек погиб, другие все убежали, вечером жена говорит, дорогая, дорогой, ты как сумасшедший, как ты можешь так поступать, скажи, эти слуги же ведь ничего плохого не сделали, почему же ты так с ними поступил, он говорит, дорогая, ты говоришь, что я сумасшедший был, да, действительно, я был как сумасшедший, даже я это вижу, я не хотел так поступать, я хотел сделать им хорошо, я почти 60 лет занимался Евангелием, я передавал Евангелие, и я видел, как многие люди получают спасение, я видел, как они растут в церкви, приходят в церковь, получают спасение, знаете, сестры, они лучше выражают свое сердце, и когда сестры получают спасение, когда слушаешь их свидетельства, слезы наворачиваются на глазах, да, и братья также благодарят, когда я слушаю их свидетельства, знаете, когда пастор видит таких людей, он очень сильно подавляется в душе, брат, я, конечно, не говорю, но ты в 10 раз лучше, чем пастор, как у тебя может быть такая прекрасная душа, скажи. Вот раз, когда мы были в Спринфилде, миссионер Анн свидетельствовал, как он купил университет в Спринфилде, пастор Анн, он намного младше, чем я, но я думал, как ты мог до этого додуматься, скажи, ты действительно любишь Господа Бога, как ради церкви мог так глубоко мыслить среди наших служителей, есть те, которые делают, чтобы мне становится стыдно. Пастор Паген Джу, когда пришел в Гогнамскую церковь, знаете, он каждый раз, когда говорит, он говорит, что когда я нахожусь в Гогнамской церкви, я каждый день плакал. Я не знаю такую благодать Божию. Однажды мы с ним общались, когда полгода прошло, когда он приехал в Корею, пастор Паген Джун сказал мне, знаете, ровно полгода прошло, когда я приехал в Корею, в Гогнамскую церковь, когда мы ехали сюда, у нас было три больших чемодана. И ни разу за полгода мы не смогли распаковать его. Утром, когда мы просыпаемся, принимаю душ, выхожу, и потом в один час прихожу домой, моюсь и ложусь спать. Знаете, слушая эти вещи, он потом говорит, знаете, я в прошлом пастор был высокомерным, гордым, хотя ничего не знаю, но притворялся, что что-то знаю. И это большой грех. Знаете, когда молится, он плачет, рассказывает, потом плачет, что он жил такой жизнью. но, знаете, что больно на душе? Это виноградари или те, которых пригласил царь на брачный пир? они были приглашены на брачный пир царя. Кому это не понравится, скажите? Правильно? Кому это не понравится? Если бы всех пригласили, а меня нет, то было бы обидно. В этот раз, когда мы были в Спринфилде, многие служители, хотели приехать, но были некоторые, которые не смогли приехать. Кто-то не смог приехать по болезни, а кого-то просто не пустили в Америку. Были некоторые служители такие, но знаете, они очень завидовали. Мы любили Господа Бога, когда получили спасение. мы радовались Господом Богом, но наш Иисус виноградарь, о которых написано в Библии, и даже те, которые были приглашены на брачный пир, почему же Бог написал об этом? В чем же смысл того, что Бог написал это слово? Я пастор, но очень многое я не знал. Прошел год, прошло 10 лет, но я начал очень сильно удивляться, что видят тех братьев, как эти виноградарей, сестра подобная виноградарям, служитель подобный виноградарям, те, которые подобны людям, приглашенным на брачный пир царя. Да, они получили удивительное приглашение хозяин. Перед тем, как поручить имя виноградник, виноградник, да, если ты занимаешься виноградником, нужно работать, и если ты не понравишься хозяину, тогда хозяин может отобрать у тебя, и тогда ты будешь голодать. И поэтому даже если всем сердцем будет трудиться, кто будет давать хорошую землю арендаторам земли, лучше сам будет работать, правильно? Будут давать ту землю, на которой очень тяжело работать. Если получится, ну, хорошо работать, если не получится, что поделаешь? А фермер, он арендует землю, работает, чтобы сделать плодородную землю, дается удобрение, лекарства от насекомых, потом половину от прибыли нужно дать хозяину, а потом деньги уходят на средства, на наемников, на пищу для наемников. Если все, все, все это убрать, то очень тяжело будет. На самом деле, на винограднике уже мало работы, не надо сеять, уже почти все готово. Нужно просто подождать, чтобы созрели плоды и потом контролировать за ними. Если забор сломан, отремонтировать. Очень хорошие условия. Можно жить в счастье. Но это Библия. говорит нам сегодня я после того, как получил спасение нашей церкви было несколько человек, которые очень ценили мною. Когда я был в Тегу, те, которые заботились обо мне, когда я был в городе Те Джон, те, которые заботились обо мне, когда я приехал в силу, также были такие люди. Но этот виноградарь всегда думал, я буду жить ради хозяина. Такой хороший урожай в этот раз я собрал, я обязательно дам хозяину. Я так благодарен нашему хозяину. Хозяин, он нам дал такой хороший виноградник, поэтому мы живем хорошо. Моя супруга, которая так страдала из-за куриного слепоты, из-за того, что у него было недоедание. Мои дети были нищими, но теперь благодаря хозяину мы можем так жить хорошо, поэтому он хотел сделать хорошо хозяину. Но когда хозяин послал слуг, он с уважением, ой, хозяин послал вас, вы из далекого места, наверное, пришли, приходите в дом, принесите хорошее вино, давайте угостим их. Это вино мы хотели дать хозяину, но вас послал хозяин, поэтому будем относиться как хозяину. Да, мы оставили специально для хозяина самое лучшее вино, попробуйте, как хозяин поживает, скажите, как его здоровье, как его семья поживает, расскажите, чем он занимается, у него все хорошо. Да, он не мог забыть хозяина, и должны идти хорошие разговоры, но он хотел так сделать, однако, сами не заметив, они начали грубить, да, хотя они не хотели этого. Что удивительно, это есть Библия. Почему уже написали это слово? Как такой человек может быть? Человек, который получил милость от хозяина, теперь убивает слуг хозяина. Быть такого не может. Это, наверное, выдумка. Разве такое может быть? Быть такого не может. Но, когда этот человек получил спасение, в слезах благодарил, радовался. Он думал прежде о церкви, а не о себе. но в какой-то день начал становиться высокомерным, начал пренебрегать церковью, начал смешно относиться к церкви, начал противиться церкви, начал судить церковь, те вещи, о которых даже представить тяжело начал совершать. Они пришли в нашу церковь, получили прощение грехов, слезами они благодарили, очень благодарили и даже не знали, как себя нужно вести. но теперь же они используют ложь. Используя ложь, они противятся церкви, пишут в интернете всякую гадость. Библия была права. Действительно, она была права. я очень часто страдал в душе из-за подобных вещей. Знаете, мне ничего страшного. Да, наш любимый брат легко уходит из церкви, пренебрегает церквью, противится церкви, дьявол дьявол намного-намного мудрее, чем мы и ведет нас ловушку, старается, чтобы мы упали. церкви. Как? Будущие приглашенные на брачный пир царя были те, которые отказались. Они побили слуг царских. Как? Они, получив такую милость от хозяина виноградника, эти виноградари могли побить слуг хозяина. Как такие люди могут быть? Знаете, я же ничем другим не занимаюсь, поэтому я часто думаю, почему же они так поступили? Почему же они поступили именно так? Почему же они поступили так? Вечером он говорит, дорогая, я не хотел так поступить, но я ударил один раз человека, которых послал хозяин, и он умер. Что делать? Дорогой, почему же ты так поступил? Ты же всегда говорил, что ты благодарен хозяину, ты говорил, чтобы наши дети хорошо относились к хозяину. Почему же сам так не поступаешь? Ты как сумасшедший. Дорогая, знаешь, ты права, я был сумасшедшим. Когда придет его сын, что будешь делать? Когда хозяин пошлет своего сына, да, дорогой, пожалуйста, ничего лишнего не говори, сядь на колени, и попроси, что я согрешил, и скажи, что ты забыл о милости, которую хозяин дал тебе, и попроси прощения. Хорошо. Если хозяин нас убьет, тогда мы погибнем. Если прогонит, нас прогонит. Но что мы можем поделать? Да, я так поступлю, дорогая. хозяин обязательно пошлет своего сына. Дорогой, пожалуйста, ты попроси у него прощения. то милость, которую хозяин нам дал, это большевеликая милость, но ты неправильно поступил. Да, дорогая, я действительно был как сумасшедший, я не хотел так поступать, но я сам не заметил, почему я начал так себя вести. люди порой говорят то, о чем они не думали. Такое может быть. И об этом сейчас говорится. Это касается не только виноградарей, но все мы, если дьявол будет действовать, то к Богу, который помиловал нас, к хозяинам виноградника, к царю, который пригласил на свой брачный пир, мы можем изучать, чтобы противиться им. Когда мы следуем за нашими удовлетворениями, тогда церковь кажется обременительной, лишней и очень высоким уровнем дьявол дает нам подобные мысли. Знаете, братья, которые получили спасение, им было очень хорошо. Да, я немощный, может, поэтому такие вещи произошли, но есть те, которые ушли из церкви, их много. один за другим. Порой я их вспоминаю. Младший сын, когда взял имение от отца и пошел в далекую страну, да, такой гад, он должен умереть. как он смеет взять мое и уйти. Отец так не говорил и не думал. Отец говорил, вернись, вернись. это Библия говорит нам. Не потому, что особенный этот человек, а потому, что у всех у нас на душе. Да, я должен делать хорошо для хозяина, для Господа Бога, я должен все свое отдать Господу Богу. Да, даже если мы так думаем, если мы верой не приведем порядок в наше сердце, то дьявол будет давать мысли. Мы очень глупые, поэтому дьявол нас сможет обмануть, и мы становимся на стороне дьявола. И после этого постепенно мы отдаляемся от церкви. Один раз пропустили, второй раз пропустили. Наши мысли отдаляются от церкви. Да, кажется, что я сделал хорошо, что я сделал правильно. Но однажды наступает такое время, когда появляется обида в сторону церкви. И потом мы говорим, ну посмотрим, хорошо будет церкви или плохо. Начинаем противиться церкви. Как виноградарей. Или как тех, которых пригласил царь на брачный пир, как этот народ. Дьявол вполне может вас сделать. У него есть достаточно мудрости, есть достаточно путей для этого. Есть достаточно способов для этого. Именно поэтому вы, если вы доверяете себе, если вы думаете, что вы делаете хорошо, если вы думаете, что вы неплохие, с того момента, и служители начинают избегать время, делают только то, что им хочется, и так начинают идти, сами не замечая в какой-то момент то, что они делают, они чувствуют, что то, что церковь делает, отличается, а когда чувствуют, что отличается, то им кажется, что они правы, а не церковь. Поэтому они за спиной начинают осуждать церковь и постепенно ни в коем случае хозяин виноградника или виноградаря, они не хотели противиться хозяину, они даже не могли представить, что они убьют слуг хозяина, наконец пришел сын, а, наконец-то пришел к нам сын, пришел любимый сын хозяина, да, хозяин, таких глупых, как мы, хозяин нам дал виноградник, а мы стали высокомерными, что мы побили его слуг. Хозяин, такой, как я должен умереть, пожалуйста, казните меня, убейте меня. Я был неправ. человеком, и мне нет слов, чтобы оправдаться перед вами, не считайте меня человеком. Я хуже, чем животное. Именно такая душа начала появляться у него. И другая душа. Ой, смешно, не смеши меня. Ты думаешь, что так хозяин тебя простит? Ты убил слуг его. Уже все, уже поздно. Что бы ты ни сделал, ничего не получится, поэтому лучше. Хозяин уже в возрасте, ему не осталось много времени, и он скоро умрет. Если ты убьешь его сына, то этот виноградник снадит нашим, разве нет? Ой, вы, наверное, устали от пути. Скажи, пожалуйста, почему же ты так поступил нашему отцу? Очень видно, что ты убил его слуг. Пожалуйста, поменяй свое сердце перед отцом и повинуйся нашему отцу. Знаешь, отец послал меня специально, потому что он хочет поручить этот виноградник тебе. Ха-ха-ха. У вас такое широкое сердце. Вы думаете, что я поверю вам? Нет. вы наверно встали с дороги, но вы должны умереть. Одесса уже ваш стар. А мы хотим сделать, чтобы этот виноградник стал нашим. Простите нас. О чем вы говорите? Как вы можете так говорить? Отец специально послал меня. Он мог послать солдат. Почему он послал, ты думаешь? Если пришли бы солдаты, все закончилось бы. Он хочет, чтобы вы поменяли ваше сердце. Вы должны поменять ваше сердце. ваше у вас такое сердце доброе, как у ангела. Но вы, может, ангел, я же не ангел. Вас не должно быть, тогда нам будет хорошо. Вы сами пришли сюда, и теперь это прекрасный шанс для нас. О чем вы говорите? Нет! Вы не знаете сердце отца. Да, мы такие люди. Пожалуйста, умрите. И они убили сына. Это история. Это не язычники. Это братья, которые получили спасение по благодати Господа. Это история о нас. Среди нас достаточно легко и мы можем стать такими. Вот о чем говорит нам это слово. Но большинство людей они так не думают. нет, я же не буду таким. Я ведь получил спасение. Как я могу убить сына хозяина? я злой, грязный. Да, я что-то сделал неправильно, но я же так не буду поступать. Я не буду таким. Читаю это слово, когда виноградари убили сына хозяина, то хозяин посылает солдат. Пришли солдаты, окружили виноградник и их командующий говорит, виноградари, выходите вперед, вы слышите меня? начиная от виноградаря, жена, дети, все поднимите руку за голову и выйдите вперед. Иначе мы сожжем весь дом. вы слышите меня? Командующий говорит, жена говорит, дорогой, нам нужно выйти, нас все равно убьют, зачем выходить? Нет, все равно мы должны выйти. отец, почему же ты убил сына хозяина? Теперь мы погибнем. Ты же сам говорил, чтобы мы хорошо относились к хозяину, почему же ты же не поступил так? Мы теперь все погибнем. В тот момент, вы представляете, какое было сердце у виноградаря? да, я достой умереть, но вы, дети мои, не должны умирать, но из-за меня и вы погибнете. Но словами прости, тут уже ничего невозможно решить. Но я правда не хотел так делать. я очень был благодарен хозяину, хотел сделать хорошо, но как? Я даже не знаю, почему я так сделал. Библия говорит нам, что сегодня большинство из вас кровью Иисуса Христа получили прощение грехов. Я прав? Мы были рады, мы были благодарны. И вы ведь многие плакали, так ведь? Ведь мы все были впечатлены. Да, Господи, ради такого грязного человека, как я, ты умер на кресте. Теперь я буду жить только ради Господа. У нас ведь было такое сердце. У всех у нас было такое сердце. Ради такого грязного человека, как я, Иисус Христос умер на кресте. Как ему было тяжело, умирая на кресте. Да, может, я не умирал на кресте, как Иисус, но ради Евангелия хочу жить Господу Богу. А да, всю мою жизнь и служить Богу я хочу. Я не буду жить ради плоти. Да, все вы имели такую душу. Но когда получили спасение, если сказать, что это неправда, да, это ложь. Но было не только сердце такое, но и были у вас плотские мысли. Понемножку, понемножку, когда мы идем к плоти, мы хотим слушать больше слова дьявола, чем слово Иисуса Христа. Нам больше нравятся мирские вещи, слово. Слова о том, что я сделал хорошо, что мы молодцы, нам приятнее звучат. И наше сердце постепенно-постепенно отдаляется от Господа. Дьявол делает, чтобы отношения между нами и Господом Богом постепенно-постепенно отдалялись, чтобы начали уходить в этот мир, чтобы мы уходили в эту плоть, чтобы мы шли к нашим плоским желаниям. Ну, я же человек, что поделаешь? Да, кажется, что это все верно. Но в нашей душе, чем вера в Господа Бога, мы, если хотим следовать за нашими мыслями, дьявол, ему очень нравится нападать на таких людей, и у вас нет силы, чтобы победить дьявола. И если вы отдалены сердцем от Господа Бога, то как виноградари, или как те, которых пригласил царь на брачный пир, почему это я противился царю? Быть такого не может. Как это я являюсь противником Господа Бога? Это неправда. Даже если меня убьет, такого не произойдет. Не переживайте. Такие люди, как ты, могут идти Господа, но я же нет. Все так думали. Но понемножку, понемножку, идя за плотью однажды, я не хочу пойти на собрание, ну и что? Что обязательно нужно идти на сей собрание? Знаете, вчера, возвращаясь из Спринфолда, я взял с собой мою внучку и внука. Было из-за разницы во времени, мы в час ночи все проснулись, и я и мои внуки и я рассказывал моим внукам о Библии. Я говорил о важности чтения Библии моей внучке и моему младшему внуку. Утро, они час читают Библию, сначала один стих читает внучка, потом внук один стих. И они прочитали 20 глав где когда мы читаем Библию, я сказал, что в вашем сердце знаете, что происходит? И я начал об этом объяснять им. Куда бы вы ни ходили, по 20 глав обязательно читайте Библию вместе с сестрой. А если есть брат, тогда есть с братом тоже. и тогда слово будет жить в вашем сердце и от ловушек дьявола слово защитит вас. Знаете, я внучка, у нее атопический дерматит. Моя невестка, она выросла в Бразилии и она очень хорошо готовит говядину. А в Америке говядина не такая дорогая, поэтому мои внуки, они каждый день ели говядину, очень много едят. Но я открыл Библию и я сказал моей внучке, смотри, если посмотреть первую главу книги Даниэла, там рассказывается, что он ел только траву, но его лицо было прекрасным. Я сказал, что люди до Ноевого потопа, они жили до 900 лет, а потом, после Водного потопа, средняя продолжительность жизни резко упала. Есть одно изменение до потопа и после потопа. До потопа люди питались только травой, но не ели мясо, а после же они начали есть мясо и тогда средний возраст продолжительности жизни резко упал. Пастор, тогда что, если не есть мясо, тогда я смогу прожить до 700, до 800 лет? Кто-то, может, так спросит? Да я не могу вам сказать точный ответ, но может, давайте попробуем, может, получится. Знаете, моя внучка после того дня перестала есть мясо, и тогда ее лицо стало намного лучше. Я очень благодарен. Знаете, я хочу, чтобы вы были также проповедниками Евангелия, а для этого вам нужно читать много Библию. Знаете, ваши дети, то, что им нравится, да, не радуйтесь тем, что они улыбаются, а важно, чтобы в их душе было слово. Знаете, мы обязательно дьявол будет вас шатать. Нет человека, который не будет шататься, если дьявол будет шатать вас. Но чем мое мнение, чем моя мудрость, тот, кто верит в слово Господа Бога. Однажды пресвиктор Пхомутек, знаете, о чем свидетельствовал? Как минимум, решение церкви, оно лучше, чем мое решение. Вот о чем он сказал. Я понял, а, вот почему он стал пресвиктором. люди очень легко осуждают церковь. Может, даже не осуждают церковь, но они ведут других братьев, сестер к гибели. Это зло. На самом деле, это зло, которое нельзя даже представить. Но очень глупо, будучи обманутым дьяволом, ничего не зная. Противятся Евангелию, противятся церкви. Если не дьявол, то это невозможно, чтобы было подобное. Если наше сердце не будет садим нас дьяволом, невозможно делать подобные вещи. Ведь как мы получили спасение, скажите? ведь как мы получили жизнь? Как мы получили прощение грехов? Будучи тем, кто получил такую благодать. Я в Англии от Матфея 21 главе рассказывается о виноградарях, а 22 главе рассказывается о тех, которых пригласил царь на брачный пир. Если мы посмотрим эти истории, то сегодня утром те, которые здесь собрались, ни один из вас не может победить сатану. И только Иисус Христос единственный, кто может победить сатану. Поэтому вы, если не будете с Иисусом едины, если вы не будете веровать в Слово Иисуса Христа, если вы не будете жить следуя за Иисуса, если вы будете следовать за вашими мыслями, то даже если вас дьявол искустит, вы даже не будете подозревать, что вас обманул дьявол, вы станете рабами дьявола, будете пренебрегать церковью, будете не ценить служителей Божьих, будете считать, что ваши мысли правильнее, чем Слово, и постепенно будете уходить гибели, и таких людей сейчас очень много. Знаете, я видел множество таких людей, я говорил им, но они говорят мне в ответ, пастор, я не такой, как все, я не буду так поступать, пастор, но эти слова выходят от доверия к себе, а тех людей, которые верят в себя, дьяволу искусить проще простого. И таких людей очень много сейчас. Через форум христианских лидеров многих христианских лидеров смотрят на миссию Гу-Ньюс. И в Эдераст-Принфилде многие служители слушали наше Слово, и они хотели иметь сотрудничество с нами и по всему миру. Бог открывает путь, чтобы мы могли передать Евангелие по всему миру. Среди наших братьев и сестер многие люди с радостью передают Евангелие, отдают свою жизнь. И на протяжении долгих лет, последних, они очень сильно трудились. И Господь Бог благословил их жизнь. И многие христианские лидеры пришли, получили спасение. Даже если мы не сможем купить кофе, ничего страшного. И даже если пьем кофе, тоже не проблема, если мы будем жить ради Евангелия. Что бы мы не делали, даже если мы пьем воду, тоже хорошо. Если мы пьем молоко или кофе, главное, если мы шьем ради Евангелия, именно с таким сердцем, но если мы отдалимся от Господа, то то в псалме написано я ушел к Господу, а вы говорите, убегаете в горе, да, хотел ждать, я пошел к Господу Богу. А Господь Бог, а Он слабый, нужно бежать в горы, говорят ему, там безопасней. Но в тот момент, когда мы идем от Господа, то уже враг направил стрелу. Но многие глупые люди мы сначала отдаляемся от Господа Бога, пренебрегаем церковью, смешно относимся к церкви и постепенно многие люди, как виноградари или как те, которых пригласил царь на брачный пир, терпят большие мучения. Это Библия. Это Слово Бога. Не нужно судить по вашим мыслям. Это Слово Божие. сегодня ради нас. Да, если мы не будем уповать на Господа Бога, если мы не будем смотреть на Господа Бога, если мы будем верить в себя, то мы легко станем едой, пищей для дьявола и как виноградари или те, которых пригласил царь на брачный пир. мы потерпим несчастье среди нас. Давайте не будем доверять себе, а по слову будем доверять Слову Господа Бога. Будем едиными с Иисусом Христом. Будем едиными с братьями и сестрами. Будем едиными с церквью. и будем служить Господу Богу до пришествия Иисуса Христа с радостью. Я желаю, чтобы вы стали перед Богом и как виноградари, получив благословение, как те, которых пригласил на брачный пир царь, получив благословение, чтобы мы не стали бедными. Бог благословляет нас, чтобы вы новым сердцем. Я желаю, чтобы вы служили Господу Богу. Субтитры